Приветствую вас! И знаете, в вашем вопросе, который довольно кратко фигурирует, по моему мнению, два основных момента. Первый момент, это связан он с тем, что вы не можете отпустить отношения, не можете отпустить человека, с которым вы были в отношениях. А второй момент, это такой, что вы ненавидите человека, и более того, ненавидите всего его родину. И если говорить о первом отекте, первом моменте, может быть, первой части того, что я хотел бы вам сказать, то здесь следует пояснить так. Вы не можете отпустить отношения, не можете отпустить просто отношения потому, что, во-первых, когда вы находились с этим человеком, вы, конечно же, что-то для себя получали, вы, конечно же, что-то для себя приобрели, и вы, конечно же, для себя какие-то вещи имели, а с уходом этого человека от вас, вы, конечно же, перестали что-либо получать. И из-за этого ваше сознание, будучи расширенным, когда вы были с мужчиной в отношениях, ну, я думаю, что с мужчиной, хотя, конечно, по современным меркам лучше, наверное, говорить просто партнер. Ваше сознание, будучи расширенным в отношениях с партнером, теперь обратно должно сужаться. И вот сужение – это такой процесс, который очень болезненно воспринимается человеком. Просто потому, что для него, для человека, я имею в виду, это всегда, знаете, шаг назад для человека. Человек – это всегда шаг назад. И этот шаг назад, к сожалению, ну, воспринимается, да, довольно негативно. Довольно негативно и довольно болезненно. Опять же, по той простой причине, что зерк что-то теряет и воспринимает неудачи в отношениях, как удар по себе. Удар по себе – это означает, как бы, слишком сильное сведение к личности предмета конфликта. То есть, вы, по сути дела, спроецировали разрыв на себя. Именно в душе опасаясь, что вы оказались недостойны этих отношений. Хотя, на самом деле, и это нужно четко понимать, не вы недостойны отношений, и человека, который вас бросил, тоже нельзя назвать достойным или недостойным отношений. Просто вы друг другу не подрешили. Либо человек вас не оценил, либо по некой причине вы его не оценили, либо у кого-то из вас меньше было чувств друг к другу. Ну, такое, в принципе, тоже вполне себе бывает. То есть, относиться к этому нужно вот так. И говоря о невозможности отпустить отношения, мы с вами для начала скажем так. Что, во-первых, это потребность, которую вы теперь перестали удовлетворяться. Так как раньше о новых вариантах удовлетворения потребностей, как таковых, вы еще не освоили, и не хотите осваивать, и не видите для себя пока такой возможности. Это первый момент. И тогда можно говорить о том, что необходимо проработать ваши потребности, проработать ваши желания. Может быть, лучше их осознавать, и осознав их, более конкретно выработать модели поведения по удовлетворению этих самых потребностей. Второе, это, собственно говоря, проецирование негатива от расставания на свой счет. То есть, как бы, поднятие на уровень выше в восприятии того, что произошло. А произошло, собственно говоря, на самом-то деле, довольно житейская вещь. Вы расстались с человеком. Такое бывает. Люди расстаются. И это не значит, что виноваты вы. И это не значит, что виноват этот человек. Такое просто бывает. И весь вопрос в том, что мешает вам это принять. Либо страх, страх, что будет дальше, страх перед тем, что будет дальше, или может быть что-то еще. То есть, какое-то вот, какое-то обстоятельство, которое можно назвать, генерирующее тревогу и неопределенность, потерю контроля. Либо это, собственно говоря, ваша внутренняя неуверенность в себе и ненависть, как ее защитный механизм. То есть, как проявление защитного механизма. То есть, пусть лучше будет плохим человека по забросу, чем я подумаю, что что-то плохое во мне. И самое интересное и забавное, что вы это подсознательно уже ощущаете. Подсознательно вы ощущаете, что вы, возможно, являетесь, ну, не очень подходящим человеком для отношений. Отсюда ваша ненависть. Объясню, почему происходит подобный перекос в сторону эгоцентризма. Дело в том, что если бы вы любили человека, если бы вы испытывали к нему искренне, полноценные, равноправные, независимые чувства, то в таком случае вы бы восприняли его уход и разрыв ваших отношений. Ну, не то, чтобы спокойно. Вот именно, что прямо спокойно, я бы все же не сказал. Я бы выразился так. Вы бы восприняли его уход смиренно. То есть, вы любите человека, вы хотите, чтобы он был счастлив, если он ушел, значит, без вас ему счастливее. И этого достаточно для человека, который любит. Но вы этого не приняли. Вы ненавидите его и, более того, всю его родню. Интересно, за что? И это означает, что он вам нужен для чего-то сам. Он вам нужен для чего-то. Вам. То есть, это ваша попременность, это ваше желание. А из-за того, чтобы строить полноценные, равноправные, независимые отношения, потребности все можно удовлетворять самостоятельно. Если эти люди причинили вам боль, и вас играет обида, то тогда нужно просто понять мотивацию людей, для чего они это сделали. И важно понять, что при причинении боли, при причинении негатива, при оскорблении и унижении человека, люди всегда руководствуются собственными дефицитными состояниями. То есть, человек, который, причиняя боль другому, испытывает свой собственный внутренний дефицит чего-либо, и по этой причине он пытается вообще другого человека самоутвердиться. И, как следствие, тогда возникает попременность кого-то унизить. То есть, вам необходимо, опять-таки, отстраниться от эгоцентрического восприятия себя и своего положения в конфликте, а перенести акцент на других людей. Люди могут делать что-то плохое не только потому, что есть вы, и не только потому, чтобы унизить именно вас. У людей есть мотивация, и чем лучше эту мотивацию вы для себя поймете, тем лучше будет для вас. Далее. Ненависть. Ненависть – это довольно сильное чувство, и связано оно, как правило, с тем, что так проявляется, опять-таки, один из защитных механизмов. Механизм принижения. Когда мы чего-то не можем достичь, когда мы чего-то не можем добиться, мы начинаем это принижать. Знаете, вот, у определенных людей недостижимые какие-то цели всегда являются ненужными, всегда являются бесполезными, всегда являются обесцененными. Почему? Потому что так работает защитный механизм. Человеку сложно признать тот факт, что он не способен на что-то. И то же самое происходит и у вас. Но, только с небольшой оговоркой, в нервничке вы защищаете себя от негативного знания о себе, возможно, от негативного понимания. Понимаете? Если бы вы спокойно восприняли, что бы вам кто-нибудь сделал, если бы вам не нужно было защищаться, чтобы вы понимали, почему так происходит, почему люди сделали вам что-то плохое, ненавидеть бы притчи не было. Именно ненавидеть, тем более ненавидеть не только человека, но и все его родные. Это уже прям, знаете, как, круговая порука какая-либо получается, то есть, как это было раньше, да, причинил вред один человек, а ему мстят, и мстят не только ему, но и всем родным. Хотя, казалось бы, что сама не виновата. Зачастую, да, кто-то был виноват, но зачастую далеко не вся родня виноват. Но там нервности не разбирались. И мы подходим к тому, что является, ну, неотъемлемой частью ненависти. Это желание отомстить. Желание отомстить возникает тогда и только тогда, когда вы не до конца понимаете, кто перед вами, кому вы хотите отомстить. Кому вы хотите причинить боль нервности, это желание причинить боль человеку. Так вот, если человек действительно тот, кем вы его себе представляли, если человек действительно тот, кем вы его видели, то он никогда бы не причинил вам то, за что вы его теперь ненавидите. Либо уже бы давно раскаялся. Если этого не произошло, если человек не раскачивается, если человек все-таки причинил вам то, за что вы его ненавидите, то это означает, что человеку, в общем-то, глубоко плевать на ваши чувства, на ваши переживания. И, в целом, скорее всего, на вас ему тоже плевать, иначе бы он не сделал того, что сделал. А раз так, значит, это совсем не тот, кого вы себе представляли. А раз так, то вы хотите отомстить и ненавидите только того, кто есть в вашем воображении, в вашем сознании. И, объективно говоря, вы ненавидите сами себя и ходите отомстить самой себе, потому что реального человека мало вам будет ваше переживание. И вот, чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы поймете разницу между воображаемым образом человека и реальным человеком, тем быстрее вас это чувство отбудит. Видите ли, злость – это инстинкт, это защитный механизм. Осознание верховенства разума в этом означает уход чувств, понимание означает уход чувств, но в обязательном порядке и в коррекции требуются ваши потребности, возможно, ваша уверенность в себе и самооценка. Вот, я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. В общем, понимаю, что за один ответ вряд ли вы сможете избавиться от своего чувства, от нервисти, от злости, но, по крайней мере, основные направления я вам подсказал. А дальше можно просто работать, говорить об этом обсуждать, таким образом, помогая вам лучше понимать причины поведения людей и помогая вам искать новые способы удовлетворения ваших потребностей. И, возможно, открывая вам новые знания не только об отношениях между партнерами, но и новые знания, новые какие-то позиции формирования себя как партнера, чтобы такого больше не происходило. Потому что то, что произошло, это еще и ваша ответственность. Да, безусловно, неполно, но все же ваша ответственность есть. И нам нужно сделать так, чтобы вы понимали, какие поведенческие элементы привели к тому, что вы сейчас имеете для того, чтобы такого больше не повторять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.